Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередной влог. Я снимаю его на новую камеру. Не знаю, как получится. Вроде как меня хорошо видно, но все изъяны моего лица, начиная от черных точек, заканчивая моими веснушками, все-все-все видно. Поэтому я нанесла тональный крем. Вот. В общем, сегодня настал день Х, и сегодня я хочу пойти сделать брови. Я долго топталась, думала, потом я передумала, решила вообще не делать, мне оно не надо. Но что-то вчера я как-то проснулась, и я поняла, что я хочу каких-то изменений. Хочу добавить немножко губы, хочу сделать брови, как-то измениться, возможно, перекраситься. Ну, не знаю. Хочется в Новый год войти какой-то новый, так скажем. Вот. И, кстати, насчет вот камер. Я вам говорила, что я хочу снять всю коллекцию моих украшений Sunlight на эту камеру, потому что я думала, что она будет фокусироваться на мелких предметах классно. Но, к сожалению, такого не происходит. Здесь огромные проблемы с фокусом. Я все никак не разберусь с этими настройками, хотя давайте я вам покажу наглядно, чтобы вы поняли, в чем проблема. Не знаю, помните вы или нет, но я вам показывала, когда показывала покупки из магазина Sunlight, вот эта цепочка, я ее покупала для мамы, а кулон покупала для себя. И мама мне позавчера такая говорит, что этот кулон и цепочка слишком маленькая для нее. Она хочет точь-точь такую же, только подлиннее, сантиметров где-то 70. Вот. Поэтому несколько дней я ношу эту цепочку. В общем, посмотрите на фокусировку. Ничего невозможно зафокусировать. Как-то все размыто. В общем, я вам показываю эту цепочку. Мне она очень-очень нравится. Теперь ее ношу я. И вот такой вот улов. у нас на сегодня. Вот столько волосиков я вычисла. Но, к сожалению, мой котик не дает нам возможность нормально его расчесать. Он почему-то категорически против. Ненавидит эту расческу. Готов ее убить. С одной стороны, я очень рада, что у меня появилась новая камера. А с другой стороны, у меня появилась куча комплексов. Потому что, смотря вот сюда, я понимаю, что настолько страшно получаюсь я. Поэтому решила это исправить. Сегодня я иду на бровки. Потом хочу немножко добавить губки. Потом хочу нарастить реснички. Есть девочка, которая у меня постоянно делает ресницы. Она их делает просто супер. Вот. Поэтому надо успеть записаться к ней. Не знаю, после бровей сразу можно на ресницы или нет. Надо у бровиста уточнить. Потому что, насколько я знаю, мочить нельзя. Но, по идее, когда вы делаете ресницы, вроде как ничего не мочится. Но все равно руки вот здесь. Но, в любом случае, надо уточнить спросить, либо немножко подождать. А я очень сильно волнуюсь. Боюсь немножко, трясусь. Потому что впервые. Надеюсь, что мне понравится. Но подружка моя уже делала у этого специалиста. И ей очень все нравится. И надеюсь, что мне тоже понравится. А это брови до. Я их специально не выщипывала. Около месяца. Посмотрите. Вот в таком состоянии у меня брови. Форма мне не очень нравится. Она, как у моего отца. У меня редкие брови. Вот. Я все стерла. Стерла макияж, который у меня был на бровях. Но я надеюсь, что сначала мне нарисуют форму. А потом уже будем делать. Уже вечер. Я пришла. Вот такие вот у меня бровки. Результат после. Если честно, не могу сказать однозначно, мне нравится. Или мне не нравится. Показала маме. Мама говорит, надо сделать подлиннее. А мне кажется, наоборот, не стоит делать длиннее. В общем, цвет еще будет светлее. Я думаю, что они будут не такие четкие. У меня вначале идет микроблейдинг. Потом идет растушевка. Пока что однозначно не могу сказать, что мне нравится. У меня какие-то двоялькие чувства. Я так смотрю на себя. Я как бы в зеркале не вижу себя. Я вижу какую-то другую девушку. Не знаю даже, что сказать. В общем, вот такие вот брови. Но посмотрим. Дальше будет видно. Пока что ничего не могу сказать. 3-4 дня и сойдут корки. И тогда уже можно говорить о результате. Пока что не нравится. Блин, я не могу с этой камерой. Не знаю, как вам, ребята. Если честно, мне не нравится. Чем больше я смотрю на себя, тем больше я понимаю, что мне не нравится. Еще, знаете, такой момент. Мастер не нарисовал форму и не показал мне, что она будет делать. Она сразу приступила к работе. Я объяснила, как я хочу. Я ей показала фотографию, то, чего я хочу. Но она слишком приподняла вверх вот этот угол. Я бы хотела чуть-чуть пониже его. Как-то не знаю даже. Сводить все это тоже сложно. Надо подождать несколько дней. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Мне как-то, знаете, не очень. Я помазала всем тем, что она сказала. Вот в таком состоянии у меня сейчас брови. Вот. Сидим мы, значит, и разбираемся в настройках камеры. Вот так, мне кажется, лучше, да? Да, Твиксик, лучше. Он пришел меня успокаивать. Говорит, да не палься, ты, говорит, Твикс. И с такими бровями норм. Красотка. Че ты паришься? Смотрите, настройки получше стали. По-моему, да. Какой-то бессмысленный влог получается. Возвращаюсь к вам на следующий день. Конечно, все выглядит достаточно плачевно. Но, знаете, я обратила внимание, что я сняла видео своих бровей и отправила жале. И вроде как видео съедает краски у меня на телефоне, не то, что на камере. И смотрелось очень даже ничего. То есть, я думаю, если цвет не будет таким черным, пройдет немножко времени, будет смотреться классно. Так что, нужно просто подождать. У меня просто не хватает терпения. Я уже хочу увидеть результат, как будет в конечном итоге. Но, в любом случае, я думаю, если мне вообще не понравится, будет смотреться ужасно. Не знаю, похожу я полгода, потом выведу лазером и все. Вот. Так что, сильно париться я не буду. И, наверное, буду завершать этот влог. Стоит ли делать перманент или нет, не знаю. Я пока что не могу вам сказать однозначно. Потому что конечного результата пока что нету. И не знаю, что вам сказать. Вот такие вот у меня бровки. Да. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, что конечный результат мне понравится. И я останусь довольна.